Если температура горячей воды в кране ниже 40 градусов, платить за нее следует по тому же тарифу, что и за холодную. А перерыв подачи воды не должен превышать 4 часов. Иначе нарушаются права собственников жилья. Чтобы повысить коммунальную грамотность жителей и помочь им совладать с нерадивыми управляющими компаниями, члены общественной палаты выпустили брошюру ЖКХ «Как защитить свои права». И эти брошюры направлены на то, чтобы люди учились защищать свои права. В первую очередь. А второе – это информационные. То, что люди должны знать, какие новые законы вышли, новые постановления, новые формулы расчетов и так далее и тому подобное. То есть для этого и мы выпускаем эти брошюры. Что такое ТСЖ, каковы задачи Совета Дома, что входит в оплачиваемую площадь? Этими вопросами чаще всего интересуются жители региона. Теперь ответы есть на страницах новой брошюры. В ней же разъясняется, как рассчитывается стоимость коммунальных услуг, из чего она складывается и что именно в нее входит. Полезным для жителей, пожалуй, будет и знание о том, как составлять акт приемки и проверки оказанных услуг или подавать заявление в госжилинспекцию. Здесь в конце брошюры есть бланки, которые упросят задачу собственникам. А также указаны сроки, в которые должно быть рассмотрено письменное обращение. За текущий период 2016 года выявлено порядка 7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ, около полутора тысяч лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, порядка тысяч человек привлечено к административной ответственности. Это свидетельствует о том, что данная сфера действительно и болезненна, и актуальна для граждан. Брошюру о том, как защитить свои права в сфере ЖКХ, выпустили тиражом в тысячу экземпляров. Издание направят в региональные ТСЖ и библиотеки. Электронную версию можно найти на сайте Общественной палаты Самарской области. Брошюру планируют распространить и по другим регионам страны. Алина Чемерис, Константин Головин, События.